Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня расскажу вам, как приготовить турецкий десерт Трилечи. Готовится он очень просто, получается нежный, воздушный, очень вкусный. Я уверена, он вам очень понравится и вашим гостям тоже. Оставайтесь со мной, смотрите видео до конца и давайте вместе готовить. Сейчас я вам расскажу, что нам понадобится. Конечно же, состав полностью я напишу под этим видео, а так вкратце я вам скажу. Нам понадобится подсолнечное масло, сахар, вода, яйца, мука, также нам понадобится разрыхлитель теста, ванильный сахар. Дальше нам понадобятся сливки, молоко, еще раз сахар для смазывания нашего тортика. Также нам понадобится для пропитки сахар и для приготовления карамели. Масло сливочное, крем шанти, можно просто его заменить обычными сливками, и еще раз молоко. Для начала мы приготовим бисквит. Смешаем яйца с сахаром, хорошенечко взобьем в густую белую пену, до полного растворения сахара. Итак, у нас получилась воздушная белая пена, теперь мы добавляем сюда воду. Сразу же добавляем подсолнечное масло, разрыхлитель теста, ванильный сахар и муку. Муку обязательно нужно просеять через сито предварительно, и также это все взбиваем до однородной консистенции, полностью, чтобы растворилась мука, ванильный сахар. Хорошо это взбиваем миксером. Итак, готовое тесто мы выливаем уже в подготовленную форму. Я использую стеклянную, вы же можете использовать любую. Выливаем полностью наше тесто, оно должно получиться не густое и довольно-таки жиденькое. Далее убираем его в духовой шкаф при температуре 170 градусов примерно на 30 минут. Пока выпекается наше тесто, наш бисквит, мы приготовим карамель. Для этого сахар полностью высыпаем в кастрюльку и ставим на большой огонь и растворяем. Итак, сахар у меня начал уже растворяться. Обязательно постоянно его мешаем, чтобы он не пригорел. И слегка поджариваем до коричневого цвета. И чтобы была однородная консистенция, у нас полностью сахар растворился. Итак, карамель у меня почти готова. Теперь добавляем сюда сливочное масло. И продолжаем постоянно мешать. Теперь, когда масло полностью растворилось, добавляем сливки. И быстро все перемешиваем. Далее, еще в течение пяти минут, мы перемешиваем это все, размешиваем хорошенечко и выключаем огонь. Убираем в сторону, оставляем полностью охлаждаться. Когда будет комнатной температуры, убираем в холодильник, чтобы наша карамель стала холодной. Теперь приготовим пропитку для бисквита. Для этого выливаем молоко в глубокую миску. Добавляем сахар. И размешиваем венчиком. Далее, добавляем сюда сливки. И также размешиваем венчиком. И наша пропитка готова. Бисквит готов. Я его уже охладила. Теперь мы с помощью вилки делаем дырочки по всему бисквиту. Таким вот образом. Далее, мы начинаем пропитывать наш бисквит специальной пропиткой, которую сделали мы ранее. Это молоко со сливками и с сахаром. Полностью поливаем. И даем некоторое время настояться, чтобы полностью бисквит был пропитанный. Ну а теперь, друзья, мы приготовим крем. Для этого молока я смешаю с кремом шанти. Можно использовать уже готовые сливки. Бисквит полностью пропитался. Теперь мы смазываем его нашим кремом шанти. Или просто сливками. Я люблю, чтобы крема было побольше. Поэтому я его укладываю прям большим слоем. По правилам трилечи должно быть небольшой слой, так скажем, для красоты. Это уже на ваше усмотрение. Не забываем, нужно оставить немного крема для украшения. В конце он нам понадобится буквально 3-4 столовые ложки. Аккуратно распределяем крем по всей поверхности. Ну а теперь сверху поливаем получившейся нашей карамелью. Она обязательно должна быть холодная, иначе крем шанти наш расплавится. Поливаем карамель по всей поверхности и аккуратненько распределяем. Теперь начнем украшать наши трилечи. Украшать можно на ваше усмотрение. Я обычно делаю полоски по всей поверхности. И потом просто зубочисткой делаю узоры. Конечно, декоратор из меня никакой, но зато получается очень вкусно. Если у вас есть специальная лопаточка для распределения крема и карамели, чтобы было ровно, то обязательно ее используйте. Получится более ровно, красивее и аппетитнее. Далее убираем трилечи в холодильник как минимум на 5 часов, чтобы она полностью пропиталась, настоялась и стала очень вкусным и нежным. Ну вот, наш тортик уже настоялся. Получился очень нежный и очень вкусный. Всем приятного аппетита! Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой кулинарный канал. И до скорой встречи! Всего доброго! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok